Ребята, здравствуйте! Этот эффект, который мы сегодня с вами будем рассматривать, очень легко сделать. Если знаешь некоторые нюансы, на ютюбе есть несколько видео на подобный эффект, но там просто в ускоренном порядке показывают весь процесс и не заостряет внимание на нюансах. А если их не соблюдать, то данная работа у вас попросту не получится. Как говорится, дьявол кроется в мелочах. Итак, давайте сразу же приступим. Во-первых, подберите изображение в полный рост, чтобы были какие-то яркие элементы в плане одежды, обуви, или может быть какие-то другие элементы, чтобы можно было бы зацепиться за них, икру как бы зацикливался за эти участки изображения и продолжал их. Во-вторых, давайте создадим фон. Перейдите в файл, создать, и нам здесь нужна область квадратной формы. Условно давайте поставим 1000 пикселей на 1000. Монтажная область снимите. Разрешение 72. Все остальные пункты и параметры оставим без изменений. Очень обязательно нам здесь именно квадратная форма документа. А если же вам нужны будут какие-то другие размеры, вы просто потом их перенесете на новый документ с необходимыми вам уже размерами. Для начала создаем градиенты. Для этого откроем список и выберем соответствующий пункт. Выберем простой первый градиент с двумя цветами. Назначать цвета градиенту будем немного позже. Сначала поставьте стиль радиальный. Еще также галочку напротив параметра дизайн также поставьте. Вот теперь повторно зайдем и назначим цвета. Выберем первый цвет, нажав сначала на метку. А затем назначив цвет из палитры цветов. Таким же образом назначим и второй цвет. Не принципиально какие цвета вы будете выбирать, так как это вы сможете сделать практически в любой момент. Мы переходим к нашему персонажу и в первую очередь, конечно же, выделим его из фона. Используйте любые инструменты или же способы, с которыми вы только знакомы. Я же выделяю обычно с помощью инструмента быстрое выделение и подправляю инструментом лассо. Этот раз, кстати, не исключение. Но если у вас нет такой возможности зацепиться за контур или фон, попросту сливается с объектом, то используйте такой инструмент, как перо. Также не забывайте про встроенный фильтр, как выделение и маска. Обычно его используют для выделения волос. Но частенько я его еще использую, чтобы не только подправлять выделение на волосах, так же и просмотреть, все ли я выделил. Итак, после выделения копируем выделенный участок изображения на новый слой. Нажмите для этого Ctrl плюс J. И теперь этот слой на прозрачном фоне перенесем на наш созданный градиент. Сразу же его отмасштабируем под эту область. Вот, теперь самое интересное. Во-первых, чтобы создать зацикленную окружность, необходимо взять образцы из персонажа. Для этого вызовем такой инструмент, как прямоугольная область. Увеличьте максимально документ, чтобы начались проявляться пиксели. Так же скройте все остальные фоновые слои, чтобы они нам попросту не мешались. И выделяем прямоугольную область. Она здесь будет являться неким таким образцом для нашей окружности. Выделяйте пару пикселей. Больше не нужно, так как нам нужен цветовой образец, а не градиент. Копируем эту область на новый прозрачный слой. Для этого нажимаем Ctrl плюс J. А затем с помощью свободной трансформации растяиваем область четко. От края до края. Очень важно и не залазить за контур. Так же и наоборот. Если у вас новая версия фотошопа, как это у меня CC 2019, то удерживая щифт, чтобы не соблюдая пропорции, растяиваем образец. Попробуйте разные варианты щифтом и без него. Главное, чтобы растяивалась область, как у меня. И так нужно поступить со всеми образцами. Заполняем ими ровно наполовину. Можете также вытащить направляющие, чтобы видеть наглядно черту заполнения. И так потихоньку кусочек за кусочком заполняем отрезками, предварительно перенося их вверх. Запомните, что центром кроа будет самый верхний отрезок образца. Чтобы свести все эти отрезки в один слой, для начала просто нужно выделить их, а затем нажать Ctrl плюс Е. И теперь к этому слою применим фильтр полярные координаты. Находится он по пути фильтр, искажения и полярные координаты. Переносим персонаж на передний план и подгоняем круг к персонажу. Желательно в идеале, чтобы эти полоски совпадали и имели свое продолжение на круге. Но, конечно же, можно допустить, что с первого раза у вас не получится их подогнать. Поэтому вернитесь до того состояния, как вы сводили слои. Это можно сделать как через комбинации клавиш, так же и через палитру истории. Открыть ее можно, если ее у вас нет, то через меню окно. Теперь же придется проделать то же самое. Но теперь вы хоть примерно будете понимать, как нужно передвигать образцы, чтобы они совпали с нашим персонажем. Еще очень важно, чтобы отрезки были ровными и не залазили за контур. Ну а если же у вас так случилось, что круг не получился ровным или же с какими-то вырезами, то используйте такой инструмент, как рамка. Брежьте по краям, это можно будет сделать, используя такую опцию, как удалить отсеченные пиксели. И дальше все понакатанное. Применяем полярные координаты и уже приступаем к размещению и подгонке круга к нашему персонажу. Займет у меня это какое-то время. Конечно же, все не совпадет, оно и не может совпасть с первого раза. Но на третий круг я уже не пойду. Будем выходить из той ситуации, которая у нас есть. Вы, конечно же, можете и на третий, и на четвертый круг зайти. И подогнать прям точка в точку. Но моя задача показать саму технику, а не замучить вас повторами. Итак, следующим действием мы обрежем часть круа, создавши маску на круе. И теперь мы скроем за нею часть простой черной кисточкой. Кисточка должна быть жесткой, нам не нужны здесь плавные разводы. Нам всего лишь нужно убрать ненужную часть круа. Вернем видимость нашим слоям и в частности градиенту. И заодно его подкорректируем. Уже теперь мы возьмем цвета из нашего персонажа, чтобы максимально градиент подходил к нашей работе. И с помощью масштаба подводим нашу градиент, тем самым сделав его немного светлее. Следующим действием мы создадим тень, чтобы она падала на пиксельный круг. Добавим ее с помощью стиля слоя. Выберем тень. И выставим так значение, чтобы тень была с одной стороны. Так как в дальнейшем нам нужно будет оставить ее только на этом пиксельном круге. Так как я и говорил, будем убирать тень из фона. Но для этого нам необходимо ее как-то стереть. Понятно, что с помощью стиля слоя это не получится сделать. Поэтому вынесем ее на отдельный слой. Для этого щелкните правой кнопкой мыши и образуем этот эффект в слой. А теперь уже к этому слою с тенью будем добавлять маску. И с помощью мягкой кисти начнем стирать тень с фона и оставлять ее только на пиксельном круге. Завершающим штрихом мы добавим тень под круг. Как бы персонаж у нас есть, круг также есть и фон как бы есть. Но как-то фон не совмещается с персонажем. Поэтому для этих целей создаем тень. Создается она очень простым способом, как вы уже видели. Создается слой на нем. Делается отиск мягкой кисточкой. И уже с помощью свободной трансформации стяиваем по вертикали и растяиваем по оризонтали. Также подправить ее можно с помощью непрозрачности слоя, снизив насыщенности теней. Если есть в этом необходимость, то пройдитесь по слоям и градиентам. И еще раз окончательно подправьте, чтобы было красиво, аккуратно. На этом я буду с вами прощаться. Ставьте лайк, пишите свои комментарии. И давайте до встречи!